В Уральске не хватает места в кризисном центре. Учреждение рассчитано на 10 койко-мест, но бывают периоды, когда нуждающихся становится больше рассчитанного объёма. Например, перед Новым годом в центре проживало 12 человек. В таком случае приходится даже устраивать спальные места в холле. За прошлый год кризисный центр в Уральске посетило 100 человек, 35 женщин и 65 детей. Здесь жертвы бытового насилия могут находиться до шести месяцев. В центре им оказывается вся необходимая помощь, начиная от психологической и юридической, заканчивая трудоустройством. Многим женщинам, оказавшимся здесь, всё-таки удаётся помириться с супругами и вернуться домой. Интересный факт, что число скандалов и разногласий между супругами возрастает в преддверии праздников. К примеру, в новогоднюю ночь сюда обратилось 12 человек. В преддверии Нового года у нас не хватало мест. На 10 койко-мест пришлось 12 человек. В прошлом году 22 женщины из 35, которые проживали у нас в центре, вернулись в семьи. Мужчины, как правило, начинают одумываться, просят прощения, присылают подарки и цветы, приходят вместе с родственниками, мужья, свекрови и так далее. Мы не против этого. Наша цель – не развод. Миссия нашего центра – защитить и дать временное укрытие женщинам. Сегодня в Казахстане существует 41 кризисный центр, из них 14 государственных. Всего в 2023 году к административной ответственности привлечено 60 741 правонарушитель. Количество бытового насилия в области не снижается, несмотря на недавние поправки в законе. Поэтому необходимо выработать новые механизмы для решения проблемы. Бороться не с последствиями, а в первую очередь с причинами, говорят специалисты. К примеру, нужно работать не только с жертвами насилия, но и с самими агрессорами. Соответствующие меры также будут рассматриваться в рамках готовящегося законопроекта.